Продемонстрирую, как работают, собраны нам две металлы. Они тантало-аллюминиевые и тантало-латунные. Вот здесь такая конструкция. К примеру, как термофель, который выдает 600 градусов, но нам, конечно, градусов вообще не нужно, это очень много и страшно. Мы пробовали где-то на 90 градусов. Это средняя температура, до которой догревается металл на крыше здания в средней полосе или нет. Как-то рассчитывать, я все покажу. Значит, чуть прогреется наша рога, как она называется. Ну, еще раз. Ладно, не езжечь. Поближе? Я не знаю, будете осуществлять, конечно, деформируется. Но при нагреве... Они начинают... Тот классик, который нижний, на ней деформируется, если начинает деформируется. А то, конечно, сладенький, и токатура небольшая. Хочешь понимать, да, Дуся? Да, он ничего не уничтожится. Вот, сейчас они будут медленно обратно опускаться. Значит, здесь используется обменево-контраловая пауза. Ну, на самом деле, это не лучший вариант из того, что мы могли получить. Работает все очень просто. Один материал у нас расширяется сильно, другой материал у нас расширяется слабо. Сейчас уже можно их трогать. Здесь у меня на мониторе есть табличка. Это табличка удельных коэффициентов теплового расширения для разных материалов, включая металлы, включая пластики и все остальное. Значит, очень хороший вопрос звучал еще во время подготовки форкшопа. Почему не используя пластики? Почему нельзя было использовать, скажем, тот же самый АБС? Вот он здесь. У него коэффициент расширения совершенно бешеный. Это 73,8 на 10 минус 100 метра на Кельвин. Ну, и, соответственно, на Цельсий. Здесь 34, да. Есть и более адские совершенно материалы от сталь. Но дело в том, что у всех этих материалов либо они очень хрупкие, то есть, соответственно, при изгибе они просто будут ломаться, либо эти материалы начинают стареть под действием солнечной радиации, скажем, тот же самый пластик. То есть, когда мы испытываем солнечное излучение, постоянно падающее, то же самое с луисками, часто бывая с пластиковыми, материал начинает стареть, начинает трескаться, он выдерживает от циклов 100, может быть, 20 до 100 циклов, после этого материал разрушается, и он уже не исполняет ту функцию, которая нам необходима. Именно поэтому мы решили использовать металлы. Ну, вообще, на самом деле, как Эдик говорил об умных материалах, умные материалы пришли в мир в первую очередь в области машиностроения, и сейчас они постепенно переходят в архитектуру. В машиностроении все материалы, все физические эффекты преобразования механических воздействий, не механических воздействий, а механические воздействия используются как детекторы. То есть, скажем, та же самая биметаллическая пластина, которая сгибается под действием тепла, использовалась как контактный датчик нагрева. То есть, когда у нас есть здесь подведенный металлический проводник, по нему идет ток, вторая контактная пластина, которая, соответственно, отвечает, замыкает цепь, у нас происходит нагрев, пластина поднимается, замыкает цепь, у нас идет сигнал, что температура необходимая достигнута. Таким образом, и всевозможные эффекты, скажем, сил Лоуренса, которые действуют на проводнике, заставляя вращаться в магнитном поле, то есть всевозможные преобразования не механических воздействий, а механические, то, о чем, собственно говоря, занимаются умные материалы, вообще все эти конструкции, пришли сначала как детекторы в машиностроении, и сейчас они переходят в архитектуру. Значит, именно поэтому уже есть довольно богатая база для расчета всех этих материалов и их работы. Скажем, для биметаллов, для металлических пластин, сейчас я открою, очень маленькая формула, да, у них, в принципе, она есть и в мэпле уже заведенная, сейчас, секундочку. Открою один расчетный комплекс небольшой. Ну, с вами форма простая, она выглядит просто страшной. Тут все, на самом деле, элементарно. Это расчет как раз-таки кривизны, то есть расчет изгиба, биметаллической пластины. Вообще, этой штукой можно пользоваться уже готово, я ей таблички потом выдаю вам, где будет уже все материалы между собой сопряжены, будет понятно, как они работают. Что в эту формулу входит? E, вот наверху смотрим. E1, E2 — это модули, коэффициенты Юнга, модули Юнга для двух материалов. Первого материала и второго материала. H1 и H2 — толщины слоев, то есть здесь у нас, скажем, используется тантал 0,1 и алюминий 0,8. α1 и α2 — это как раз коэффициент теплового расширения, температура 1, температура 2 — это та температура, с которой мы начинаем, та температура, с которой мы заканчиваем, и, в принципе, все. Нам нужны не длинные пластины, нам нужна только толщина и материал. Все данные о модулях упругости и коэффициент теплового расширения можно брать либо из Википедии, но их найти на самом деле не очень просто. Есть очень интересная штука, она в свободном доступе, это называется Вольфрам Альфа. Это поисковая система для всевозможных технологических запросов. Видите, скажем, я здесь ввожу сейчас алюминий ВС-Тантал. Не знаю, поймет ли он мой запрос, может быть, нужно было писать алюминием и танталом. Нет, он все понял. То есть, скажем, вот, алюминий и тантал, он мне сразу дает сводную таблицу по всем характеристикам, по видам, а самое главное, спускаясь все ниже, я здесь же виду модуль Юнга, 76 гигапаскалей, и здесь же внизу я могу посмотреть на коэффициент теплового расширения, вот они, thermal expansion. Если я нажму на thermal expansion, он даже мне сделает сводную таблицу с красивой иллюстрацией, каким образом расширяется алюминий, каким образом расширяется тантал. То есть, в этом плане Вольфрам очень классная штука для исследования материалов чистых, не сплавов. Сплавы там не есть, но с ними как-то не очень легко работать. Мы вернемся к нашей формуле. То есть, для того, чтобы рассчитать изгиб пластины в кривизну, это формула кразовой кривизну, а не радиус кривизны, мы просто вводим все эти данные сюда, вот эта нижняя штука, где есть E-вал и так далее, я ввожу данные основные и получаю кривизну. Величина кривизны — это единица, деленная на радиус. То есть, чтобы получить радиус кривизны, с которой у нас загнется пластин, нам нужно разделить единицу на этот параметр, и получается как раз-таки величина радиуса, ну, или диаметр, а радиус мы получаем, потеряв все это дело на два. Таким образом, с помощью этой простой формулы, которая еще была известна в начале века 20-го, мы можем получить значение для изгиба наших пластин. Но все, конечно, хорошо, но только в теории, потому что мы создали эти, мы, скажем, начали материалы, вот, скажем, этот тантал, здесь он, возьмите кусочек там, посмотрите на него. Довольно интересный материал, он жаростойкий, и у него температура плавления порядка 3000 градусов с лишним. Вот алюминий, алюминиевая фольга. Тут ее 10 метров у нас есть, ну, тут еще есть латунь и так далее. То есть, на самом деле, самое сложное во всех этих исследований найти материалы. Мало того, что материалы достаточно дорогие, скажем, тантал, он стоит, ну, вот, за вот эту штуку, мы, по-моему, отдали 15 тысяч, типа того. А алюминий дешевый, алюминий он стоит очень дешево. И, когда ты их находишь, невольно сталкиваешься с такими вопросами, как их между собой, скажем, соединить. То есть, в теории, конечно, здорово, даже когда я занимался расчетами в ансисе, об этом говорить, скажем, в воскресенье, там, более подробно там все это рассчитывается с учетом гравитации, всего остального, самое сложное возникает с тем, как это все дело объединить, как все это дело соединить между собой. Значит, самые сложности начинают, когда мы начинаем эти материалы к ним обращать с физической точки зрения. Значит, в чем проблемен алюминий? Ну, вот, для архитекторов вам будет интересно понять, что алюминий очень сложно спаять, потому что в чистом виде алюминий это очень реактивный материал. Он очень быстро покрывается оксидной пленкой, взаимодействие с кислородом мгновенно. И когда алюминий паяют, паяют его очень хитрым способом. Либо его паяют в безвоздушной среде, в аргоновой или в вакууме. Ну, чего у нас нету? Просто физические возможности такое. Либо второй вариант пайки алюминия, когда наносится капелька масла на алюминиевую пластину, там царапается ложбинка, чтобы докопаться от чистого алюминия, который не может взаимодействовать с кислородом, потому что на нем есть капля масла. И после этого уже только берется припой туда, и мгновенно пластина другого материала. Но это все очень сложно. Поэтому мы искали способы попроще, которые можно реализовывать прямо здесь, не умея паять, не умея все этими штуками работать. И тогда мы наткнулись на эпоксидные клеи, потому что эпоксидка – это уже кислота. Она растворяет немножко оксидную пленку, а если еще определительно зашкурить и обработать ацетоном, то она позволяет очень неплохо слеплять между собой пластинки. Ну, вот прямой пример. Сейчас я отпущу какой-нибудь из них. Самый простой. Вот она, да. Опять же таки. Это вот однослойный алюминий. Он, конечно, тонкий очень, и получается не очень правая конструкция. И тантал. Каким образом мы все это делаем? Есть такой вот эпоксидный клей, мы выбрали его, потому что у него единственное, где я нашел, есть прочность на сдвиг. Ну, то есть вообще у клеев есть две характеристики. Это прочность на отрыв и прочность на сдвиг. Для нас критично прочность на сдвиг, потому что у нас две пластины. Одна из них расширяется сильнее, другая расширяется слабее. Нам очень важно, чтобы все эти деформации не прошли, не проскользили друг между другом. Чтобы у нас пластина, которая расширяется, гнула пластина, которая не расширяется. Поэтому нужно очень было сильно, чтобы на сдвиг материал работал, клей работал отлично, чтобы не сдвигалась пластина одна относительно другой. Мы выбрали этот клей. И каким образом мы с вами будем клеить все это дело? Мы будем его смешивать. Потом мы будем шкурить шкуркой одну пластину. шкурить шкуркой другую пластину, обрабатывать ацетоном, наносить в несколько слоев этот клей. Потом мы с Эдуардом притащим сюда типографский пресс. Я не знаю, как мы это сделаем, но мы принесем его сюда и поставим в ту аудиторию. Через две металлические здоровенные пластины будем прокатывать наши полученные биметаллы, пока еще только две пластины, соединенные с клеем через них. А потом будем класть под еще один огромный совершенно уже обычный нормальный нероликовый пресс, где они будут у нас стоять сутки. Потому что полимер эпоксидный, он полимеризуется за одни сутки, то есть сутки нужно подождать. В принципе, эффект достигается через 20 минут, но мы как пробовали такие радостные с Эдуардом купили клей, говорим, о, как классно, давайте попробуем, 20 минут, начинаем нагревать, все вспенивается и ничего не получается, то есть просто все развалилось на части. Поэтому нужно выдержать сутки для того, чтобы все получилось. Это то, что касается технического процесса. Но когда я вообще думал, как об этом во всем говорить, я невольно хотел немножко поглубже нырнуть, в принципе, в сами материалы и в их свойства, чтобы было понятно, каким образом вообще все это происходит и какая физика процесса расширения материалов. Ну, у меня, конечно, очень страшная презентация, потому что я делал в Powerpoint. Но, в любом случае, значит, это просто картинки, собранные между собой. Но главное, что она иллюстрирует то, что я хочу рассказать. Это, в принципе, самое главное, что я хотел сделать. Значит, в принципе, из чего стоит вообще, что такое материя, и, скажем, на примере алюминия мы рассмотрим. Значит, вот алюминий, если взять электронный микроскоп, присмотреться к нему, электронного микроскопа у нас нет, поэтому, поверьте мне на слово, вы увидите там зерна. У любого материала есть зерна. Это наборы неких молекулярно ориентированных таких конструкций. Вот эти зерна, они вот здесь у меня находятся. Зерна состоят, соответственно, из уложенных атомов самого алюминия. У алюминия достаточно плотная решетка. Но самое главное, что у алюминия, если присмотреться к его схеме, довольно неплохая валентность. То есть у него есть свободные электроны, которые позволяют ему быть очень хорошим проводником, в первую очередь. А во вторую очередь это дает нам довольно большие плотные зоны перекрытия атомных облаков, в которых электроны могут бегать на очень большие расстояния от ядра, перемещаться. Что это нам дает? Это дает нам низкую энергию связи. То есть когда мы соединяем между собой алюминиевые частицы, они соединены не так плотно, как соединены, скажем, те же самые элементы тантала. В тантала все очень прочно. У него, они это тяжелый материал, у него электроны все на высокоэнергетичных слоях, они сцепляются очень прочно между собой, и разорвать что-либо в тантале очень сложно. Он вообще упругий, тяжелый, но увидели, тяжелый материал. Алюминий легкий, он прям такой невесомый. Когда мы сообщаем тепло, что такое вообще тепло? Тепло это всего лишь энергия. Энергия, которая заставляет электроны двигаться быстрее. Когда у нас область для разгона электронов амплитудная маленькая, у нас и движение у него будет очень маленькое. У тантала очень маленькая область и очень мало вращается между собой от электроны. Поэтому мало расширяется. То есть решетка расшатывается мало, она мало расширяется. Мало амплитуды движения. У алюминия же наоборот. У алюминия большое облако, большое пространство. Электроны начинают двигаться с большой амплитудой, и алюминий сильно расширяется. То есть в принципе, если заниматься следованием материалов и глубже уходить в них, то мы ищем материал с наимнейшей энергией связи, где как можно больше пространства для того, чтобы электроны вращались. Именно этот материал нам нужен в качестве расширителя биметалла. Второй материал, который мы выбирали, это был тантал. Материал, который как раз-таки очень мало расширяется, очень точный, очень хороший. Его используют как прецизиозный материал для всяких измерительных оборудований, потому что, ну, представьте себе, у вас есть измерительная, скажем, линейка из алюминия. Она нагрелась на 100 градусов, она стала длиннее. Но это вообще не вариант. Поэтому важно, чтобы измерительное оборудование делалось из материалов, которые при любой температуре остаются определенной длины, они стабильны. И как раз тантал — это сплав, не сплав, а именно химический элемент из этого рода. Существует еще более интересная и классная штука под названием инвар. Это сплав железа и никеля. Там 32 или 35% никеля и остальное все железо с какими-то легирующими примесями. Он на самом деле уникальный. Почему? Сейчас я расскажу. Тут есть одна неплохая схемка, относящаяся к этому делу. Я действительно не знаю, есть ли у меня он здесь. Так, мониторитет, это, конечно, хорошо все, но лучше посмотреть инваровый сплав. Существует ряд явлений физических, которые позволяют нам... Вот, кстати, потом расскажу, что эта схемка значит. Ряд явлений, о которых я говорил в самом начале, которые позволяют нам не механические воздействия преобразовывать в механические. То есть заставлять как-то объекты в нашем физическом реальном мире проявлять свои микросвойства. Значит, есть такое явление магнитострикция. Когда у нас есть некий магнит, то чем сильнее у него магнитное поле, тем больше меняются его размеры. Это малозаметно, потому что размеры меняются на микрона, но этот эффект существует. Если мы берем сплав феррума и никеля, то есть железо с никелем, у него эффект магнитострикции очень сильный. То есть, когда мы чуть-чуть его намагнитим, он у нас сильно изменяет размер. То есть в своем нормальном состоянии, при 22 градусах нормальных, он у нас уже находится в расширенном состоянии. Эффект намагниченности падает с ростом температуры. Чем мы сильнее будем нагревать этот сплав, тем меньше будут проявляться магнитные свойства, значит, тем больше будет сужаться до своего нормального состояния, потому что эффект магнитострикции падает. Но при этом у него есть тепловое расширение, которое заставляет его увеличиваться. Эти два эффекта, падение его размера в силу того, что магничность падает, и увеличение размера в силу теплового расширения компенсируют друг друга. И поэтому у инвара коэффициент теплового расширения порядка 1,2-1,3. Он почти близок к алмазу, вообще не расширяемый материал. Но его очень сложно достать в таком виде фольги. Он обычно продается тоннами, но нам тонна его была не нужна, поэтому мы решили, что давайте обойдемся танталом, и с ним мы будем работать. У нас его есть 4 метра, и нам его на все хватило. Целый этот шматок тантала у нас есть, и мы с ним все поработаем. Значит, мы сейчас с вами говорим о преобразовании энергии. Мне очень хочется, чтобы вы поняли, что на самом деле никакого перехода между немеханическим воздействием и механическим на самом деле толком нет. Это всего лишь проявление изменений на микроуровне, в нашем макроуровне нашего пространства. То есть, когда мы сообщаем какую-то энергию, будь то, скажем, конвекция, когда атомы воздуха разогреты и ударяются у нас, атомы нашего материала разгоняют их. Это тоже механическое воздействие столкновения. Просто они заставляют их разгоняться и расширяют, и мы видим это механическое воздействие уже в виде реального какого-то прототипа. Также, в принципе, все преобразования энергии, они все носят характер из микромира, макромир. Вариант такого преобразования – это нетинол. Я думаю, что когда-нибудь мы сделаем на нем вместе с нетинолом хороший воркшоп, потому что это классный материал, единственное, что надо заказывать на ebay в большом количестве. Я покажу, что это за штука. Вот, скажем, пружина из нетинола, к нему подводится батарейка. Батарейка сделана, чтобы только разогреть сам нетинол до 70 градусов по Цельсию. Мы разогреваем нетинол, можно было также, в принципе, нагреть зажигалкой, и пружина схлопывается, нетиноловая. При этом там возникает совершенно бешеное, на самом деле, усилие, когда нетиноловая пружина у нас идет обратно. Что вообще происходит, что за нетинол? Это материалы с памятью формы. Они были известны еще в 40-х годах, 20-го века, но самый яркий представитель – это сплав никеля титана, именно нетинол. Когда мы берем, скажем, проволоку из нетинола и доводим ее до красного коления, то есть разогреваем до состояния, когда у нас уже начинается тепловое излучение в инфракрасном спектре, и дальше придем какую-то ему форму, скажем, делаем из нее букву или пружину, а после этого остужаем, он нас запоминает ту форму, до которой мы ее нагрели. Дальше мы можем как будто деформировать, растянуть пружину, например, если она была у нас сжата. А потом, как только мы ее нагреем, он вспомнит то, что у него была форма сжатой пружины и будет всячески к ней стремиться. При этом усилие, возникающее там, совершенно феноменально. Там на квадратный дюйм порядка 50 тонн усилия возникает. То есть с такой скоростью и с такой силой нетинол позволяет сокращаться. Единственный минус нетинола в том, что предсказать момент, когда у нас произойдет рекристаллизация, и он восстановит свою первоначальную форму, очень сложно. То есть мы нагреваем, 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 где мы знаем, что от 70 до 100 градусов он сработает. Но где точно, именно когда у него все мартеновские пластины перестроятся, мы не знаем. Поэтому его можно использовать как просто красивая игрушка или часть инсталляции, которой не нужна точность, и просто нужно срабатывание в определенный период времени. Скажем, как вот, в принципе, с этими биметаллическими пластинами. Мы тоже знаем, что они будут медленно подниматься от солнца, но вот они только постепенно поднимутся и также постепенно закроются. Инстинус работает мгновенно, но когда, мы тоже не знаем. То есть это вот все тоже такие вещи, о которых мы говорили. Вот, значит, что еще хотелось сказать по поводу этих вот наших биметаллов. На самом деле, вот эта биметаллическая пластина будет являться своеобразной клеткой для нашего организма, потому что на самом деле ее можно убить, если мы, скажем, поставим большую температуру, где-то градусов 200, у нас просто распадается клеевой слой, и эта пластина перестает работать. Мы можем ее заставлять работать, она реагирует на естественные источники тепла, и поэтому она является как бы таким небольшим мини-живым организмом, которым мы будем работать. Мы с Эдуардом долго думали, что же мы будем делать, пока мы еще не решили, об этом будем общаться позже. Но самое главное, что в основе всего этого будет лежать биметалл. И для их создания у нас все есть. У нас есть прессы, у нас есть клеи, у нас есть шкурки, у нас есть ацетон, и все, что, в принципе, может пригодиться для этого у нас есть. И, в принципе, для нас, как уже Эдуард показывал, нас вдохновила на это экспозиция Блум с как раз открывающимися клапанами и так далее. Еще мы говорили об одной вещи, что на самом деле можно заставить не только биметалл, а и обычный металл. Ну вот буквально с тобой на перерыве. Если мы возьмем, Эдуард показывал этот момент, просто алюминиевую пластину, которая очень хорошо расширяется. И зафиксируем ее с двух краев очень жестко, дав ей первоначальный прогиб. Когда мы начнем ее нагревать, если в этих местах она жестко зафиксирована, у нее будут увеличиваться линейные размеры, но деваться ей некуда, она ей придется только отклоняться вниз, ну то есть в ту сторону, в которой она была у нас прогнута. Таким образом можем делать клапаны, естественные клапаны, за счет того, что у нас было закрыто, да, чуть догнулось, появились просветы. Это сделаны естественные клапаны из простого металла. Мы тоже поработаем с этим. У нас есть лазерный станок, на котором мы сделаем вам матрицы, то есть просто с прорезями, такие вот своеобразные фасады, да, на которые можно будет наклеить алюминиевые пластины и попробовать их заставить работать в качестве вентиляционных систем, отзывчивых на тепло, естественно. Вот. Это то, что я хотел вам рассказать о практике нашей. Если есть вопросы, да, задавайте. Заклепка. Это шиняная машинка. Ну, шиняная машинка это сложно, будет заклепка, обычно, делать, чем алюминиевый, который расширяется, алюминиевый от тепла, и он еще больше фиксирует. У нас нет заклепочной машинки. Так мы сделаем. А, стоит-то, может, еще не, чем вот это. Тысячи две, наверное, стоит заклепочная машинка. Мы просто боялись, что при таком размере фольги, возможно, что заклепку просто перевесит. Но сами, может быть, бы и шиняная машинка. Ну, это только если большой, что ты делаешь? А маленькой швейной машинкой только. Когда мы сделаем большой, естественно. Там, получается, чем чаще будут дырки, тем сильнее будет изгибаться. Да. Просто ножницы бережности или есть специальные ножницы? Такими ножницами? Такими ножницами. Это Ваши или что? Да, это наши. Вот, собственно говоря, одна из пластиков, она приварена 80-ти градусной водой. Она поднимается на 100 мм, на 20 мм она поднимается. В принципе, это с нашими расчетами в ансисе и моделью МЭПЛИ, которую я там делал, она полностью соответствует. То есть, вот, алюминий тантал, вот, в таких толщинах, так и работает. А можно вопрос? Да. Ну, как бы, мои вопросы, где применяется в основном, что это история с этими металлами? Знаешь, как получается, либо это термодатчики, то есть, соответственно, как я рассказывал, замыкающая цепь от тепла, то есть, это не механика, да, это мехатронная система, либо второй вариант, биметаллы, но не на изгиб работающие, а именно биметалл, металл с металлом, скажем, производство металла с высокой резонной стоимостью, то есть, просто антикоррозионный материал помещается на более упруге, тем самым делается композит. То есть, металлы для композита в том числе. От сунков? От сунков. Я думаю, вся вот эта дорогостущая вещь, она часто встречается в контексте авиастроении, и также просто вот сейчас со всеми этими крупными материалами, там много таких вещей. Ну, скажем, вот этот вот металл, он используется в космическом отрасли, когда нужно открыть, скажем, антенны, ну да, не антенны, а эти, от солнечной батареи у спутника, первоначально просто закладывается при закалке, раскрытые солнечные батареи, потом их скомкают, заубирают внутри этих резервуаров, потом, соответственно, они открываются, нагреваются солнцем, но они раскрываются. То есть, так вот используется действительно, да, это вот, в технической отрасли это и есть. Ну, получается, одноразовый, а он же потом обратно уже не скомкается. Нет, поэтому мы с удовольствием думали, если делать, то делать со стопарной. То есть, какая-то еще вторая, которая будет обратно его деформировать, когда он уже свое действие выполнит, и потом снова можно будет его раздеформировать. Это так работает с этой системой. А как это область знаний о физиологии в целом? То есть, то, чем ты, может быть, занимаешься, просто я не буду. Нет, я продакшен, я на самом деле занимаюсь производством. То есть, станки и все остальное. Но в целом, то, что это, это, в принципе, композитные материалы ведения. Это композиты. В целом, это композиты. Все эти новые материалы, это просто... Там же тегла, там же и, в принципе, углеродное волокно. То есть, это обдумано. Из них много делают эту... пружинку, которая сжимает ребра после операции на сердце. Да, и в зубной промышленности тоже используется, несено в акцент.